Постоянно, вот так вот, только, вот знаете, камеру включу, бум, сообщение. Потом только собираюсь телефон выключить. Бум-бум-бум-бум-бум, и вот это понеслось. Всем привет, с вами Войс, и сегодня я бы хотел сделать небольшое видео, а конкретно продолжить нашу тематику насчет Соединенных Штатов Америки. 10 вещей, которые я просто ненавижу в Соединенных Штатах Америки. Поехали! Бух! Во-первых, это толстые люди, боже мой, это просто жесть. Их здесь куча, очень много. Научно доказано то, что в любом штате более 30% населения страдают ожирением. Как его, мать ее, это вообще объяснить? Как это вообще получилось? У вас сразу, у любого человека появляется какое-то негативное впечатление насчет данной страны. Представьте то, что каждый третий толстый, но это не нереально, это ненормально, это хреново, это очень печально, если честно. Второе, это еда. Еда очень плохая в плане том, что здесь очень много всяких разных химикатов, а также стероидов, которые понапичкали во всяких животных. Потом они вырастают за неделю и становятся жирными свиньями. Из-за еды и возникла эта первая вещь, о которой я только что рассказал. Еда здесь очень безвкусная, если честно, поэтому здесь используют огромное количество соусов. И вообще, я ненавижу это. Попробуешь нашу еду, сюда прилетишь и здесь еду поешь. Вот мясо здесь вообще безвкусное, нереально безвкусное, честное слово. Поэтому любую еду и хреначат соусы туда, знаете, вот прям вот чтобы вообще еды было не видно, одни соусы, это очень печально. Еда здесь отстой. А в колледже вообще такое голодное. Но не будем о плохом, но в колледже еда дерьмовая просто. Как ее вообще здесь едят? Как будто мы свиньи, мать его. А еще если нельзя есть конину. Ну поскакал там чуть-чуть, ну блин, устал, ну проголодался. Ну взялся, слез с коня и хренах сего. На гриль его, короче, на мангал. Вот, а что такое, короче. Третья вещь это законы. Законов здесь очень много. Это хорошо, и здесь их стараются соблюдать, по крайней мере, больше, чем у нас. Но проблема в том, что здесь законов выше крыши. Поэтому вам придется знать буквально все. Постоянно, когда читаешь контракты, на любые простые вещи вам вылазит там, я не знаю, 10-килограммовый какой-то конспект, который вам придется прочесть. Надо же ознакомиться на самом деле. Я понимаю то, что у нас с этим всем не ознакомляются. У нас просто пролистывают галочка, да-да-да. Я подписался, я согласен, да мне срать уже. Просто дайте скачать мне эту игру. Здесь это все не так, как у нас. Здесь это все опасно. Насчет законов, если вы что-то нарушили, вас судят. Если вы что-то недосмотрели, вас судят. Если вы не знали, вас судят. И если вы накосячили где-то, отгадайте что. Правильно, вас судят. Вас всегда будут судить, запомните. Уши заклохли. Четвертая вещь это шутки американцам. Боже мой, это просто великолепно. У нас шутки смешные. А здесь не совсем смешные. Скорее всего, это происходит из-за того, что я другого менталитета. И я приехал сюда, и здесь получается, как бы, общаются по-другому, шутят по-другому. Поэтому, но так или иначе, большинство шуток, они слишком очевидные. Я уже знаю наперед, кто и о чем пошутит. Очень редко у меня случалось здесь, чтобы я прям от смеха там взрывался. Там чуть ли не у меня слезы, свопли, все потекло из-за смеха. Не то чтобы минус, но все равно. Не нравится мне это. Цены. Цены на все буквально, ну, кроме техники, я бы сказал. Вообще, в Соединенных Штатах Америки жизнь очень дорогая. И вам нужно огромное количество денег, чтобы вообще здесь прожить. Вам нужно платить за буквально все то, что нужно платить у нас. Ну, только в пятикратном размере, а то и больше. Также здесь дополнительные всякие сервисы. Вам придется платить за iPhone, если, допустим, вы хотите иметь iPhone. Вам придется платить за него каждый месяц. Этот данный телефон является смартфоном. Поэтому вы будете платить определенную сумму каждый месяц за то, что вы владеете данным телефоном. Не идиотизм ли это? И эти налоги, они просто великолепны. Они вам испортят буквально любой поход в магазин. Дома здесь вообще дорогие, но, в общем, жить здесь по большей степени очень дорого. Но технику я бы закупал. Шестое. Шестое это лицемерие. Я вообще этого терпеть не мог, когда я только сюда приехал. Я привык то, что у нас искренние люди. Если они вас ненавидят, они вам скажут то, что они вас ненавидят. И они вам объяснят почему. И объяснят еще в такой форме то, что вы навсегда запомните это. Но здесь вам будут улыбаться в лицо. И будут интересоваться, как у вас дела, хотя на самом деле всем насрать, боже мой. Да хоть вы сдохнете. Не имеет значения, поверьте. Это все просто... Не нужно никому. У нас это делают по большей степени те, кто пытаются нам что-то впихнуть, что-то продать. Но здесь это, можно сказать, почти каждый человек такой. Есть исключения свои. Исключения есть везде. Не надо к этому придираться в комментариях. Но здесь конкретно по большей степени, ну вот так вот. Ну есть здесь лицемерие. И оно очень такое хреновое. И я этого не люблю. И... Поехали дальше. Одежда. Короче, это просто жесть. В городах еще более-менее одеваются нормально, стильно, так престижно. Пиджачок, рубашечка, короче, туфельки. Все хорошо. В городе это более-менее приемлемо. Но за городом... Это полный абзац. Многие из вас, наверное, знают, что большинство американцев живут именно за городом, а не в самом городе. И стиль жизни у них немного другой, чем у нас. Люди, которые живут за городом, им на самом деле насрать, что носить. Они буквально носят... Не знаю, как называются эти штаны. Мы здесь их называем sweatpants. Ну, обычные штаны, которые не брюки, которые не джинсы, а просто штаны. Когда вы долго ходите или сгинаете колени, у вас появляются здесь мешки. О, можно заметить чувака в магазине с этими мешками на коленях, которые выглядят просто убого. Можно заметить его в какой-то старой, грязной, вонючей толстовке, которую он носит уже 10 лет. Можно заметить его так же просто неопрятно одетого. Нет, он не вышел с работы. Нет, у него не было тяжелого дня. Он просто так одевается и просто не следит за собой. Вот это меня раздражает больше всего. Здесь нету моды такой, какая есть у нас, на самом деле. Мы стараемся одеться. Я не наседаю на то, что вещи могут быть у нас дешевые. У нас все вещи с барахолки, с рынка, с Китая. Всем насрать. Но суть в том, что как мы одеваемся? Мы стараемся все равно выглядеть опрятно. Мы стараемся выглядеть подобающе и как-то, я не знаю, сопоставлять наши вещи, что ли. А это у нас такой менталитет. И мы, в общем, примерно так и делаем это все. Но здесь, здесь они могут носить туфли, джинсы, какая-нибудь там олимпийка и кепка. Я, по-моему, сейчас гопника описал. Восьмое, если я не ошибаюсь, это нытье. Каждый день... Они ноют каждый день. Они ноют почти на каждом же условии. Я этого просто не переношу. Когда не о чем поговорить, они будут ныть вам. Они будут говорить, как все хреново. Подростки, примерно моего возраста, имеющие машину, несколько тысяч долларов на их аккаунте в банке. Они ноют на то, как им хреново жить. Как им тяжело по жизни. И вообще, это все печально. Прикиньте, мать его, ты ездишь на BMW. BMW 2007 года. Но почему ты ноешь на свою жизнь? Объясни мне, человек. В общем, меня это просто выворачивает наизнанку иногда. И это еще одна из тех вещей, которые просто... В общем, не люблю я. Манеры, это просто великолепие. Это просто конек американца, мне кажется. Рыгнуть, пернуть за столом, это нормально. Это пойдет... Да ладно, все так делают. Можно даже симфонию сыграть вместе со всеми. Мать его. Да как так можно себя вести? У меня просто... Я не привык, поверьте мне, ребят. Но это просто невыносимо. Как это? Я понимаю то, что в круге там близких друзей там пошутить. Ладно, для прикола. Он так, разочек. Ну, можно, окей. И пожать, да. Но чтобы это делать автоматически. И иногда делать это специально, это ненормально. Я считаю то, что это просто убого. И если вы так делаете в публичных местах, то... Зачем? Это все не ограничивается, поверьте. Я видел то, что чувак, которого руки там все в мазуте, в грязи. Такое ощущение, как будто он ковырялся у кого-то в жопу. В общем, грязные руки он берет. Вот. Это гениальность просто. Он берет, йогурт открывает. И пальцами вот так вот вместо ложки ест йогурт и облизывает это все. Это... Мне кажется, последняя и одна из самых очень важных вещей. Может быть, для вас она не покажется интересной, но поверьте мне, здесь и сидит вся основная проблема. Это обучение в младших и средних школах. Здесь буквально учат одному и тому же основным знаниям, которые... Таблица умножения, деления, плюсы, минусы, да? Что-то наподобие такого. То, что мы проходим за один год, они здесь пытаются пройтись за все 9 лет. Это... Нахрена? Все эти годы обучения вы повторяете буквально одно и то же. Это очень плохо. Фух, да. Да, я уже устал. Я уже записываю 20 минут. Как же за... Сейчас у меня школа идет, я устал. Уже знаете сколько на часах? 11.55. Я не знаю, если вы это увидите. Только что после тренировки сходил душ, достал-то все, поставил, накидал несколько идей, записал, выложил. Бум. А еще мне завтра вставать в 6 утра. Ну, кому какое дело? С вами был Войс. Увидимся в новых сериях. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.